Приветствую всех вас на моем канале! Наконец-то Calamity Mod получил новое обновление, которое сегодня мы будем с вами разбирать, потому что давали просто целую кучу всего прикольного и давайте поехали прямо сейчас без лишнего разогрева. Это биомный апдейт. Прекраснейший, просто, мне он очень понравился. Я понимаю, что он еще даже не доделан, но он все равно выглядит довольно впечатляюще. Ну и давайте-то, собственно, начнем с того, чего вообще обновили тут главным образом. Ну, начнем мы, пожалуй, с биома Серный Утес. Его переделали просто полностью. Раньше, если он просто вот здесь вот стоял где-то некрасиво, в уголке, никто его вообще не замечал, то теперь для него построили целый огромный город под землей. И я просто считаю, что это великолепно. Тут есть всякие домики, всякие прикольные деревья, и даже лава меняет свой цвет. Да, это они, может, украли немножечко из Everglow, немножечко вообще саму концепцию из Inferno Mode, но мне кажется, что реализация весьма прикольная. Они еще обещали заменить задний фон, у них там что-то по времени не успели, но обновление выкатить захотели. Но мне кажется, с задним фоном это будет намного, намного лучше выглядеть, и поэтому мы все вместе это ждем. Далее идет у нас Серное море и Сернистое побережье. Это просто шикарно. Во-первых, они взяли и подняли вот эту вот, ну, скажем так, уровень воды здесь, и он намного выше стал. Из этого кажется, ну, когда ты внизу здесь стоишь, особенно без какого-либо отдаления экрана слишком сильного, что как будто они прям реально поменяли здесь задний фон. На самом деле я ожидал, ну, немножечко большего от этого всего, но, согласитесь, атмосфера с поднятым морем и его уровнем намного-намного более зловещая и кислотная. А еще этот задний фон, он светится, понимаете, он реально люминесцентный какой-то. Я не знаю, как они этот эффект сделали, но мне все очень нравится. Но, пожалуй, самая красота нас встречает немножечко поглубже, в бездне, на всех трех ее уровнях. Растительность. Растительности стало намного больше, из-за этого бездна стала красивее. Ну, и очень много всяких декоративных блоков сюда было добавлено, к примеру, вот такой вот магматитовый блок, который можно даже добыть и себе переместить домой. Он, кстати, никаких функций, кроме как строительных, не выполняет, абсолютно. Ну, и еще тут появились вот такие вот потоки воздуха, гейзеры, которые просто эпично смотрятся, особенно в атмосфере выживания, когда у вас, ну, допустим, не так уж охота вам терять монетки свои, и любое существо может вас убить. Атмосфера бездны стала просто, просто превосходной, прекраснейшей, даже не знаю, как передать это словами. И я думаю, как только они добавят задние стенки и анонсируют этот апдейт, я буду первым, кто запустит свой стрим и скажет, вау, люди, это прекрасно. Вот сразу на паре, на ноутбуке запущу и погнали. Единственное, что мне нравится, это то, что нижний слой бездны они почти не изменили. Тут как был вот этот вот терминус на дне, так он и остался. Его, кстати, теперь даже можно без стеневого ключа открыть, поэтому да, держу в курсе. Безда стала куда более кривой. Если раньше тут были просто две вот такие вот стеночки, то теперь не все поменяли, и за это чисто спасибо. Ну и плюс ко всему на карте теперь понятно, какой у нас первый уровень бездны, потом второй идет более темный, и третий самый темный, где вот особо делать нечего. Ну и, пожалуй, последний обновленный биом, это Затерянное море. Ну тоже, тут просто красотища. Во-первых, меня, ну, я не знаю, как сказать, завораживает, очаровывает, даже немного соблазняет. Вот эти вот руды, которые они тут переделали, и они теперь светятся, сияют, все переливаются как-то. Это настолько прекрасно выглядит. Вот этот вот песочек, мне кажется, он немножечко-немножечко не вписывается в саму тематику Затерянного моря. Я бы сделал его куда более, ну, скажем так, синеватым, голубоватым, даже немного циановым. Так как, ну, не знаю, как вы, конечно, относитесь к этому обновлению, но мне кажется, что белый песочек здесь не в тему. Ну, не вписывается он. Но все же за старания я бы им просто тут огромнейший лайк влепил за то, что они сделали, по крайней мере, с этой рудой. Это настолько прекрасно смотрится, особенно, когда ты издалека вот так здесь подходишь. Это так загадочно. Ну и все, по биому у нас конец. Далее мы переводим к структурам, которые новые появляются в нашем мире. Затерянный домик в холодном биоме, в тундре. Этот дом не имеет никаких функций, кроме как, ну, порадовать глаз. И также тут есть сундучок с тремя аксессуарами. Но в начале игры, мне кажется, это очень-очень прикольно и очень приятно. Учитывая, что покупать их нужно будет устранствующего торговца за огромные деньги. Следующая структура — это вот такое вот место в биоме джунглей. Находится где-то по его центру, либо где-нибудь на окраине. Тут, в принципе, как вам повезет. Чем же так хорош тот биом, вы спросите? Ну, посудите сами. Это, получается, бесплатная арена на плантеру. И вам не придется ее строить. Просто спасибо, разработчики. Ммм, целую. Ну и также данж они немножко расширили. Ключевое слово — немножечко. И теперь моя тактика и мои адепты могут плакать. Потому что, когда у вас уже есть готовая арена, вряд ли кто-то захочет строить арену рядом с данжем, чтобы как-то вытаскивать голем отсюда и содраться с ним где-то здесь. А все из-за банальной человеческой лени. И я, кстати, тоже ленивый, поэтому больше не буду ее строить. После Каламить мод добавил вот такое вот дерево. То есть это как большие деревья, но большое дерево джунглей. И объясняю, зачем оно нужно. Если мы, допустим, прокопаемся под него, тут есть такой вот небольшой проходик. И в конце концов, если мы все здесь выкопаем, что нам мешает, мы придем к королеве пчел. Но это у нас будет не просто обычный улей, а огромный улей с несколькими вот такими вот призывалочками и парочкой сундучков. Если вы здесь немножко расчистите территорию, то можно будет спокойно введите королеву пчел без особого напряга. Поэтому да, это специально для вас. Пользуйтесь. Структура. Структура, которую я просто обожаю. Я ненавижу строить, скажем так, арену на полтергаста и бесконечную пустоту. А теперь за нас все сделали. Это находится где-то внизу, в самом низу под данжем. И здесь вы сможете спокойно победить любого босса из вот этих вот храмовых. Но также хотелось бы предупредить, что очень скоро разработчики Каламити Мода запретят вам покупать стенки данжа у продавца всякими там одеждами и ниточками. То есть, пока вы еще можете расширить в теории данж, а потом уже не сможете. И получается, разработка Каламити заставляет вас драться с полтергастом на этой арене. Ну и последняя структура, это ониксовая лаборатория. Пока что я не знаю, зачем мне ее добавили, чисто для красоты, для галочки или как-то так. Дело в том, что здесь нету ни какой-нибудь микросхемы, которая потребуется для улучшения компьютера. Ну, пока что, ключевое слово. Здесь нету никаких интересных ресурсов, кроме, ну, уже имеющейся у нас, ониксовой буровой машины. Ну, вот посмотрите, она теперь тут припаркована. Такая, пффф, Тесла новенькая. Мы ее забираем с собой и прекрасно можем вводить. Теперь пройдемся по редизайну сокровищниц. А он как раз-таки прошелся довольно неплохо. Вот как теперь выглядит сокровищница грибного биома, сокровищница пустыни, погрянца, тундры, гранитного биома, биома с мрамором и китайского биома с новеньким прикольненьким аксессуаром. Ну, я надеюсь, я ничего не забыл. Если забыл, пишите в комментах, обязательно. Еще желательно меня там несколько раз оскорбить. Ну и по биомчикам у меня все. Переходим к небольшим изменениям, которые мне прям очень нравятся, и я хочу поделиться ими и с вами. Ну, во-первых, добавили 8 новых историй. И это великолепно. Молодцы, разрабы делом занимаются. Мне особенно понравилась история Сигнуса. По сути, ничего нового нам не рассказали. Такие типа, Сигнус, это очень загадочный персонаж, никто не знает, что вообще он из себя представляет. А все, что нам известно, это просто слухи. Классно. Но зато теперь мы знаем, что Сигнус с кем-то образом непосредственно связан с Брейлером и Статисом. И они сражались. Это прикольно. И у меня, кстати, в истории, которую я писал по Яриму, это как раз таки будет упоминаться. Где сам Сигнус будет сражаться с Брейлером и Статисом. То есть я предсказал, я догадался, что такое вообще будет. И да, за это, мне кажется, отдельный лайк влепите и ждите эту историю на моем канале. Потом. Мой любимый взгляд Кристомира. Это питомец, который чисто символ моего канала. Видео с ним набрало 2 миллиона просмотров. Жесть. Стал куда более прытким и его ускорили. Теперь по горизонтали он летит намного быстрее. Потому что раньше он был просто невыносимым. Настолько медленным. Но теперь уже намного лучше. Другое дело. Красивый и заметный редизайн получили следующие 7 предметов. Особенно мне понравились здесь слитки. Души, эссенции. Вот эти вот они, ну как-то, ну... Я бы сказал, что непривычно. Очень мылят глаз. Я все-таки считаю, что раньше их текстурки были намного красивее. Ну не знаю, возможно привыкну. А вот слитки просто бесспорно, безоговорочно. Это шедевр, который нужно нам поощрять. Ну и вот эта вот штучка прикольная. Теперь ее можно будет не стыдять, поставить на заднем дворе и наблюдать. Насколько красиво это выглядит. Также свой немножечко редизайн, ребаланс и изменение атак получили следующие 7 орудий. Гидра. Передайте Харчевникову привет. Теперь это орудие имеет особенность в отращивании трех голов, если это можно так назвать. И на ЛКМ их можно выстрелить. Для всяких ньюфагов, которые родились позже, чем Каламитимуд появился, рассказываю. Раньше это орудие использовалось как орудие, которое снимает процентажный урон боссу. И использовалось всего лишь раз за бой. Иначе ее как бы больше использоваться даже нельзя было, в принципе. Но требовало дорогостоящие снаряды, и поэтому особо ее никто не использовал. Ну а теперь она хоть для чего-то годится, мне кажется. Temporal Umbrella. Как вы видите по упавшему монолиту на голову этого манекена, орудие стало куда более странное. Но мне это нравится. Шапка теперь надета на нас, а не перевернута. Далее идет Посох Тундры. Он призывает такие вот три цветочка, которые атакуют ваших противников. На начале хардмода это просто превосходно. Ладно, шучу я, бред абсолютно, в мусорку. Тератомир. Теперь оно превратится в какую-то лагающую полную фигню. Никто! Послушайте мне, никто не будет крафтить этот Додога теперь. Это настолько полная брехня, что я даже не знаю. Камень, без комментариев. Испортили легендарное орудие. Теперь его больше никто не будет юзать. Вы скажете, в смысле испортили? Ну, во-первых, где автонаводка? Во-вторых, почему так редко выстреливают? Так это же не попадешь по боссу. Да, конечно, по Догу можно в теории попасть. И, возможно, даже будут наносить нормальный урон при полной экипировке. Но посмотрите, это пост-провиденс и пост-полтергаст. Почему у меня урона меньше двух тысяч? Стармфронт Рейзер. Это орудие переделали, и теперь оно пускает молнию в ваших противников. Ну, смотрится эффективно. Мне кажется, это можно использовать. После Беладонны также изменили, и теперь Беладонны стреляют немножечко другими снарядами. И это даже в некоторых босс-файтах намного более эффективно. Ну, а также свой небольшой реворк получил Эдериал... Как это слово произнести? Сабджикейтер. Который падает с полтергаста, и теперь он куда более эффективный, прикольненький, особенно по ночам. Ну, вот посмотрите, насколько красиво это все выглядит. Это... я это люблю. Ладно, ладно, отбой. Давайте рассмотрим оружие, которое было добавлено под конец этого видео. Начнем мы, пожалуй, с Freedom Star. Это орудие заряжается и является, скажем так, орудием из лаборатории Дрейдона. Стреляет вот такими вот сверхбыстрыми бластерами, которые то проходят через игрока, когда разгоняются, то врезаются в него, когда не разгоняются, и потом-то вообще превращается в какой-то лазер. В общем, очень красиво, классно и эффективно, что самое главное. Еёшка под названием Smoking Comet. Я не знаю, кто курит кометы, но да ладно. В принципе, в ней нет ничего особенного. Она призывает какую-то луну или что бы то ни было. И она дамажит ваших противников таким образом. Ну, довольно эффективно на началах игры. Коринф Прайм. Это отсылочка, видимо, на Коринфианом. Мне первая больше нравится. И стреляет она такими разрывными снарядами, целой дробью. В принципе, как Рубику Прайм, но немножечко похуже. Если честно, то оружие полнейший экскремент, как по урону, так и по его реализации. Это некрасиво. Это просто обычный дробовик. Ничего особенного в нём нет. Ну, за исключением его второй атаки, когда он выстрелит какой-то ракетницей. Ну, она тоже не совсем эффективна. Ну, скажем так. Да, большую толпу может задержать. Даже немножечко уничтожить и поцарапать её. Ведь даже так, урон очень низкий. И это больше как бы дать дебаф, остановить, задержать и так далее. Но вот Грэнстаф, а в Денебуломейч мне нравится намного больше. Потому что, во-первых, он красивее. А во-вторых, он намного эффективнее. И первая фишка этого оружия, то, что он наводится. А во-вторых, оно расщепляется на тысячи кусочков. Что против сегментированных боссов. Потому что долго будет превосходным выбором. К примеру, можно долго один раз убить. Потом крафтить эту штуку и долго дальше фармить. Это, считаю, улучшен туманный арканум. И этим он и хорош. Жаль, конечно, что против Ярона. Ты этим ничего ему не сделаешь. Но всё равно оружие довольно красиво выполнено. А особенно, посмотрите на ту анимацию руки. Но только она призывает шар, потом его выбрасывает. Ну и следующее оружие. Аква Септер. Довольно прикольненько. Потому что его главная механика. Это призывать такого саммона. Который является часовым. И поливает из дождика ваших противников. Я считаю, что это эффективно против каких-нибудь отбития рейдов. Или остановки толпы. Ну и также добавили новый щит. Новый аксессуар. Который как бы является чем-то лучшим, чем щит ктулху. Ну, я не знаю. Это надо ещё проверить. Но мне кажется, тут много бафов всяких накидали. Поэтому использовать там можно. Но смотрите уже сами на своё усмотрение. Его крафт примерно такой. Крафтится уже после голема. Ну и также появились новые снаряды. Которые работают как рикошет. Но используют они не ваши драгоценные монетки. А патроны. Что, мне кажется, эффективнее. Если честно, мне не нравится эффективность подобных снарядов. Поэтому я вам их и не советую. Если хотите использовать, конечно, экспериментируйте там. Но мне кажется, хлорофит будет намного лучше. Ну и напоследок расскажу вам про следующие предметы, которые были добавлены из мебели. Ну и также полный комплект мебели из вульфрума. Спасибо, разработчики. Очень порадовали. Пойду строить домики прямо сейчас. И также такие штучки, как пончики. Которые падают с обновлённых стражей провиденс. Вот так они выглядят, если их призвать. Вот так вот по фазу. Тут, получается, страж-хиллер. Он находится за пределами защиты. Когда вы его убиваете, защита снимается. И за защитой остается только сам командир. Давайте немножечко покажем, как это работает. То есть, получается, во-первых, они стали куда более бесячими. И куда более сложными. Из-за того, что они выстреливают практически теми же снарядами, которые выстреливают и провиденс. И это делает бой нам куда более напряжённым. И я даже не знаю, как вы будете с этим сражаться. Тут даже появилась своя атака с лазерами. И это довольно жёстко. Ну, то есть, провиденс на минималках. Далее, во второй фазе, станет всё куда более напряжённым. Потому что будут камушки всякие лететь в вас. Но когда останется только один командир, вам придётся просто его добить. Битва станет, в принципе, спокойнее. Разве что он очень быстрый. И улетать от него придётся на всех скоростях, что у вас есть. Ну, и также битвы с провиденцией не придут в своём обычном обличье. То есть, никаких больше фрикаделек из огня. Ну, и на этом мы с вами прощаемся. Спасибо вам за внимание, за то, что были на этом видеоролике. Посмотрели его до конца. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Что я, может быть, упустил из довольно важных нововведений. Ну, и что вы бы хотели, скажем так, добавить в Каламенте. Было бы интересно почитать и ваше мнение. Ну, а я всё-таки жду настоящего биомного обновления. Когда они наконец-то докончат его до конца. И мы будем видеть задние стенки. Потому что без задних стенок атмосфера совсем не та. Ну, и также пишите, что вы вообще думаете по поводу моей придирки к задним стенкам. И когда их наконец-то добавят. Ну, и думаю, что нам пора прощаться, но ненадолго. Всем удачи и всем пока.